давайте сегодня поговорим про маркеры брауберг это меловые маркеры они бывают разных цветов у меня вот так вышло сейчас на этот момент у меня есть белый и красный поэтому в общем про них и будем разговаривать но я думаю их хватит двух чтобы составить себе мнение об этой марке смысле об меловых маркерах брауберг буду их сравнивать со своими эталонными маркерами с юничоками что тут у меня есть например пусть будет а вот у меня красный есть как раз отлично вот мне красный юничок мы его как раз и сравним с красным браубергом 5 миллиметров у него на конечник встряхните маркер с закрытым колпачком надавите на наконечник пока не поступит краска красный работает ровно точно так же как и все остальные прокачивается колпача этот наконечник заполняется краской и он рисует но вот тут у него красный он он не очень красный я специально их взял белые красные потому что это самые ходовые цвета но как выяснилось красный брауберг вот он видите сейчас я не знаю как он будет потом на видео но он такой розоватый я сейчас для примера порисую рядом так потому блестит вот так не блестит для примера прессовал юничок а ведь вот он красный он прям алый он точно такой же красный как и корпус его а этот красный он красный как корпус брауберга но по цвету он где-то где-то вот здесь скорее вот не вот тут где красные вот вот примерно вот тут вот находится хорошо что то шкала есть не знаю зачем правда вот она первый раз в жизни пригодилась не скажу что это прям премиум качество что это прям такие классные маркеры которые там заменяют все нет нет совсем нет писать им не очень комфортно он очень сильно скрипит в отличие от юничока он плохо расходует краску вот опять же видите у него тут цвет не совпадает с цветом который ожидаешь увидеть по его упаковке но в целом третий сорт не брак бывали и хуже миловые маркеры какие-нибудь ноунеймы с алиэкспресса и совсем плохие а тут вот видите даже на русском языке что-то написано что в общем приятно но тут написано поп-арт так вот отметились не знаю честно и какое отношение это иметь поп-арту ну вот если что на всякий случай еще промокну вот потекли потекли чернила красные и вот красные чернила у юничока посмотрим какие где краснее вот видите но здесь вот уже наверное будет очень хорошо видно не надо даже сильно сравнивать вот красный юничок и вот красный браубер как бы совсем не красный но то есть абсолютно не красный у юничока такой мой да у юничока примерно такой розовый что в них хорошего хорошее в них то что толстые маркеры разбираются у меня есть гильза я разобрал этот маркер снял с него вот этот вот картинку это плен на пленке напечатана она причем с этих толстых она снимается с тонких не снимается вы никогда не узнаете сколько внутри краски почему не сделать вот какое-нибудь окошко в котором было бы написано но видно остаток краски вот я ума не приложу но с толстых хотя бы можно совсем снять эту пленку и когда маркер долго стоит долго там час-два-три это я сейчас взял уже расстряс он однородного цвета стала когда маркер стоит час-два то у него разделяется осадок и такая какая-то жидкость светло-желтоватая когда встряхиваю она становится все нормального белого цвета как я его пользую я не один еще из этих маркеров вот отсюда вот не рисовал и даже не промокал краской я сворачиваю ему голову как обычно вы наверное видите ли вы видели это в моих других видео сворачиваю ему голову вытаскиваю вот эту штуку беру обыкновенную кисточку это что у нас что-то такое простое совсем синтетика vista артиста номер шесть окунаю и вот сюда и в зависимости от того какая у меня ширина кисточки я имею ширину буквы из одной кисточки можно сделать ну наверное из десяток разных толщин совсем тонкую просто вставлю наискосок она пошире становится совсем широкая ну а дальше уже просто об подальше уже просто в несколько раз я не провожу и делаю той ширины которая нам не нужно или сразу беру широкую кисточку там десятку 12 окунаю сюда и рисую вот у меня пожалуйста есть маркер любого размера то же самое относится к вопросу который вот буквально на днях задали в другом видео где купить заправку я не покупаю заправку я пытался ее найти на алиэкспрессе пытался сам сделать пытался в общем очень много прилагал усилий это мой основной рабочий инструмент с меловыми досками что в итоге я сделал я беру просто вот эти вот маркеры брауберг и использую их как резервуар из краской вот так вот цинично в свое удовольствие есть у меня эти еще сохнут пока да вот тут видно есть не раз да можно смазать даже что-то а давайте его сейчас разбилю и мы еще посмотрим оттенок вот это вот белый у меня остался на конце до кисточки вот ну-ка сюда подальше выберем вот так вот разбеливается довольно красивый цвет получается но не красный конечно не это розовый розовый в совсем розовый юничок разбеливается более такой серьезный красный цвет красный розовый розовый густой такой вкусный то есть если этот цвет такой какой-то химический сразу электрический становится то розовый цвет юничока он очень вполне даже такой съедобный какой-то вполне себе нормальный розовый цвет такой мясной такой да наверное можно сказать как как узнать сколько здесь чернил да никак я всегда спрашиваю у ребят там где расписываю в заведениях вообще пить и обычно всегда есть весы дома когда работаю или в студии то у меня есть весы которые мне говорят что вот в этом маркере сейчас 16 и я знаю что 16 это значит он пустой а вот юничок пустой когда в нем 12 сейчас этот маркер почти заполнен он вот прям почти полный когда он он будет 12 граммов это значит что его можно выкидывать он уже бесполезен почему так я не понимаю здесь вот этот маркер он ну он не совсем практически пустой но здесь остался пигмент вот только вот в этом фетровом наконечнике он очень быстро теряет цвет но при этом весит 15 16 граммов в общем что то тут тут больше пластика видимо больше пластмассовым гораздо тяжелее и что еще хотел сделать а могу вам даже доказать что он пустой вот я беру новый он весит 23 вот пустой он весит ну куда 17 чего там 17 давайте сейчас менее заполненный попробуем вот этот например 16 вот то есть 23 в новом 16 в пустом получается что 7 грамм почти 7 миллилитров чернил видите почти почти пустой почти пустой только начинаю писать и все и сразу же уходит в нет ну что еще можно сделать для видео давайте его разрежем давайте посмотрим из чего он сделан она я попробую все-таки пленку с него может быть можно как-то снять эту пленку чтобы увидеть что там внутри это какая-то защитная прозрачная может быть даже это упаковочная какая-то просто я ее не снял как снять вот это а нет она не снимается это не пленка это печать вот она напечатана прямо на маркере ну то есть нет способа сделать проковырять окошко чтобы увидеть сколько там осталось краски это дико неудобно ну давайте с ним попрощаемся спасибо ты заслужил хорошую службу хотя это было очень приятно внутри брауберга ну какой крепкий теперь понятно почему он столько весит не порежешь ножом я сейчас попробую достану вот такой вот нож он более жручий вот этот сразу начал срезать ну вот наверное все попробую его разбить просто уже да все прощай внутри в маркере резервуар почти на полную его емкость ну почему-то если здесь всего 7 миллиграмм но это вот примерно так то есть покупая маркер мы покупаем наполовину пустой маркер не знаю зачем они так делают где-то вот одну может быть чуть больше будет если здесь где-то вот так 5 так вот будет 7 миллиграмм ну в общем место еще очень много пустого и видимо металлический шарик нет не металлический стекло может быть пластик нет стекло два стеклянных шарика которые разбалтывают внутри краску ну вот так вот это выглядит тут уже почти подсох все давайте посмотрим что тут получилось тут красный тут розовый в общем так и было знаете белый брауберг и белый юничок они примерно так же отличаются я сегодня просто последний юничок белый выкинул новых еще не покупал они отличаются примерно так же то есть белый юничок он белее чем белый брауберг вот как красный юничок краснее чем красный брауберг примерно так же и с белым цветом причем такое ощущение что он как-то впитывается что ли сильнее сразу теряет пигмент когда брауберг я имею ввиду когда им что-то нарисуешь то есть если им провести несколько раз он раз подсох и сверху еще раз он снова подсох и сверху еще раз только тогда цвет становится настолько ярким как если ты один раз проведешь юничоком но при этом он все еще другого цвета да то есть он яркий яркий но он все-таки розовый они красный ну вот такие вот хитрости с маркерами брауберг это не самый лучший инструмент для росписи маленький маркер но зато толстый маркер большой это очень удобно я их покупаю коробку 6 штук один сразу вскрываю и из нескольких доливаю в один из чтобы наполнить один у меня в него уходит примерно еще два вот таких вот новых маркера то есть если мы новый покупаем тонкий и он где-то вот так заполнен то вот этот заполнил ну примет примерно вот настолько то есть него влезает еще два маркера новых я их доливаю туда почти до полной гильзы и таскаю и с собой плюс у меня с собой всегда кисточки потому что я же традиционщик я же рисую все-таки больше красками чем не красками вот вот такая вот тема с маркерами брауберг был рад если это видео оказалось вам полезным там чего-нибудь подпишитесь день чем щелкните мне будет хорошо я буду знать что кому-то это пригодилось удачи вам а а а а а а а а